Новосибирск 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 Еще немного новостей о хоккее. Защитник Сибири Илья Морозов признан континентальной хоккейной лигой лучшим новичком прошедшей недели в чемпионате. 19-летний игрок на прошлой неделе провел за Сибирь три игры. Во всех трех наша команда одержала победы. Илья Морозов средне проводил на площадке по 19 минут при общем коэффициенте полезности плюс один. Также Илья заблокировал 9 бросков соперников. Всего за Сибирь Морозов провел 22 матча, заработав 6 минут штрафа и заблокировав 27 бросков. А начинал этот сезон Морозов в составе молодежной команды «Сибирские снайперы», которые сейчас борются за лидерство Восточной конференции МХЛ. После двух поражений Ханты-Мансийские новосибирцы одержали уверенную победу над Тюменским легионом. Снайперам удалось завладеть преимуществом с первых минут матча. В стартовом периоде новосибирцы отличились дважды. Сначала Никита Потапов забросил первую для себя шайбу в карьере, а затем Макар Никишанин удвоил преимущество гостей. Уже во втором периоде Александр Малафеев довел счет до крупного, но хозяева сумели быстро отыграться. Попробовал вернуть преимущество в три шайбы Никита Шашков, но тюменцы вновь нашли мгновенный ответ. Итог игры 4-2. Сибирские снайперы вновь на второй строчке Востока. Волейболистки Олимпа завершили первый круг чемпионата высшей лиги А. Куйбышевские девушки принимали на своей площадке одного из лидеров – Липецк Индезид. Константин Бухтатов расскажет подробнее. В стартовом матче 11-го тура, по словам главного тренера Сибирячек, не самым ярким образом действует связующая Юлия Лунева. Проигранные первые два сета не выбивают нашу команду из колеи и Олимп выигрывает третью партию. Правда, в четвертом игровом отрезке гости на голову сильнее. 25-11. Один из ключевых моментов тура – возвращение на площадку лидеры и экс-капитана Эмилии Федотовой после рождения ребенка. Главная сложность лично для меня – это взаимодействие вместе с девочками. Потому что я тренирую сейчас не в полную мощь, не в полную силу. У меня нет пока возможности присутствовать 100% на тренировке. И прежде всего сказывается то, что мы не находимся вместе, как сказать, 24 часа на площадке. Где-то я не могу подстроиться под их какие-то игровые действия, где-то они не знают, что от меня ожидать. Поэтому я думаю, со временем, когда я стану больше появляться на тренировках, у нас с ними все получится. Однако стараний, вернувшихся Федотова и других волейболисток Олимпа, не хватает для победы в повторном матче. Единственная партия, в которой сибирячки смогли навязать конкуренцию – первая. В ней наша команда проиграла 24-26. Затем подопечные Николай Симоненко дважды уступили 15-25. Два поражения от третьей команды чемпионата по-прежнему оставляют Олимп на девятой позиции. Углы ничего не забили. Очень сложно играть с одним центром. Очень сложно. Соперник грамотно все сделал, убрал. То есть мы через центр что смогли, мы все забили. А они убрались через центр, а края ничего не сделали. Две победы они всегда радуют. Сказать, что мы ехали прямо за победой, я тоже не хочу. Игры тяжелые, выборщики всегда. Я второй год приезжаю сюда. В прошлом году мы сыграли 1-1, 3-0, 1-3. Сейчас более удачно 3-1, 3-0. То есть ехали на сложные игры. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на аккаунт программы в Инстаграме. Там вы найдете много интересного. С вами была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин